Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, начал новый проектик. Уже так накидал немножечко. Мост прикручен, выставлен, сварен. Рама готова. Передняя балка готова. Сейчас узел качения-качания. Остается приварить, выставить. И, в принципе, можно будет его перевернуть. Сейчас он лежит вверх ногами. Так, мост капитально еще не делал. В нем будет блокировка. Вот, ставится колеса. Сегодня пришли. Абул поставил. Резина ОСКО. Брал на том же сайте, где и брал себе Пэтлас. Вот, она чуть-чуть повыше. Выше, чем Пэтлас ОСКО. Ну, если интересно, могу сравнить, снять колесо со своего трактора, прислонить, сделать какие-то замеры. Я даже посчитал вот эти, как они там называются, ламели. Вот здесь их меньше, чем на Пэтласе. Так, передок 4,00 на 10. Вот. Значит, по колье. Здесь будет колья 90. Сделано. Снимаю сейчас на ширик, на широкий угол на камере, чтобы вот это все влазило в кадр. Поэтому кажется таким маленьким. На самом деле, это все очень такое приличное. Колья, мужики, 90. Спереди колья 96 по центру колес. Дел это специально. Ну, в принципе, я уже мужикам в группе рассказывал и вам расскажу. Сделал специально такую колею. Так, чтобы вот край резины этой и край резины этой находились на одном уровне. Что здесь, что, друзья, вот с этой стороны. По большому счету, что передняя балка, что задний мост без колес, если замерить. Те, кто смотрит канал, знают, как я обрезаю мосты, как я беру этот запас, чтобы все сходилось и так далее и тому подобное. В общем, получается 96. 96 это по краям. Я думаю, понятно, о чем я говорю. 96. И передняя балка получается 96. Ну, так как мотоблочные вот эти вот диски, они как бы идут по центру, да. То есть, по центру колеса. То есть, здесь колея 96 получилось само собой. Здесь 90. Ну, были дисков по 3 сантиметра. Вот оно смещает колесо. Значит, передние ступицы уже подготовлены под оковские колеса. То есть, они просверлены на три болта, нарезана резьба. Если вдруг когда-то человек захочет поставить оковские колеса, там уже ступицы подготовлены. Останется только эти открутить, поставить... Блин, телефон перегорелся. Поставить оковские колеса. И вот эта колея, она сместится вот на эту сторону диска. Вот где-то вот примерно вот сюда. То есть, у оковского диска вылит совсем другой, нежели уже у Лёвского. Ну, у тех, кто щупал когда-либо эти диски знают. В принципе, сейчас принесу, покажу. Так, вот он, оковский диск. И у него вот эта часть, она выступает наружу. То есть, если на шестерочном она там внутри, то оковский он наружу. Соответственно, сама резина, она смещена. Если мы ориентировочно приблизительно поставлю, вот как оно должно быть, то он смещается от центра вот вовнутрь. Но при этом не дальше, чем внутренняя часть колеса. Вот как-то так. На мотоблочном колесе не дальше, чем наружная. На оковском не дальше, чем внутренняя. Ну, соответственно, вот такая вот штука. А если поставить жигулевский диск, то колья будет ровно 90. Что здесь, что здесь. То есть, мотоблочный, оковский, жигулевский диск. Все подходит под эту переднюю балку. Как я ее делаю. Тоже есть видео на канале. Ничего не меняется, только увеличивается размер. Вот как-то так. Нужный мне размер. Давайте по раме. Значит, ширина рамы на всей, корица, протяженности 60 сантиметров. Ширина. Схема абсолютно та же самая. Я не хочу от нее уходить. Она мне очень нравится. Как в работе с ней, так и вот в накидывании вот сюда всех узлов и тогда и там подобное. Почему я не стал делать узкую раму? Помните, да? Желтый трактор. Стол пинка. С пол пинка заводится переломку. Рама 40 сантиметров. Двигатель гидравлика. И двигатель 17 лошадей, гидравлика там и все это прочее. Разместить нужно было там шланги, цилиндры. Короче, кучу всего. И в эти 40 сантиметров, ну я впихнул практически, да? Там пришлось чуть-чуть капот расширить. Впихнул все так плотно, что там даже для педалей места не осталось. Там просто некуда даже было поставить педаль тормоза. Вот элементарно просто. Ну я не знаю. Поэтому человек меня не ограничивает. Говорит, Саня, делай, как считаешь нужным. Ширина 60. Прекрасная ширина. Сюда вскочит все, что хочешь. Будет стоять еще вал отбора мощности. Буду делать. Не знаю, правда, как. Но посмотрим. Это уже по месту. Тут как раз таки хватит мне разгуляться и для него место. Вот это же будет 60 и является площадкой под ноги. В общем, коробка, спрячем ее под пол по стандартной схеме. Длина рамы от самого края. Вот здесь она ровная. От края до края передка я не буду нарисовать. Запоминайте. 60 метр восемьдесят. Хоть они и скручены, но вот от края до края я сделал метр восемьдесят. На малыше рама. У меня метр пятьдесят. Эту раму я на тридцать сантиметров сделал длиннее. Потому что семнадцать лошадей нужно спрятать под капот. Гидробак, гидронасос, насос НШ, распределители. Все это нужно как-то уместить под капот. Не знаю, возможно, генератор и так далее, и тому подобное. Поэтому шестьдесят. Ну и, соответственно, чуть-чуть длиннее. Вот как-то так. Так. Задняя полурама. Так как они у меня скручены, друзья, болтами, кто-то сваривает, я скручиваю. Мне так проще, удобнее, чтобы порвать болты на соединение рам. Я не знаю, что с ним нужно делать. Значит, по длинному краю, вот от края и по длинному краю вот здесь у меня метр тридцать. Метр тридцать, друзья. Так, продолжим. Немножко отвлекли. Значит, по длинному краю, от края до длинного края метр тридцать. Отсюда же зарезался под 45 градусов. Короткий край я не мерил. Сколько вышло, столько вышло. Швеллер двенадцатый. Значит, передняя полурама, друзья, также 60 ширина и от края до длинного края 90. Также зарезано под 45 градусов. Короткий край не мерил. Мне тоже он не интересен. Под 45 и все. Дальше положил швеллер на швеллер. Ну, это, понятно, дело, без моста, без вот этих всех причандал. Вот, все это делалось на козликах. Это уже сто раз я показывал. Схема не меняется. Кран помогает тут, не знаю, поднимать, опускать, ворочать, двигать, этот там подавать лево-право. Очень все просто и легко. Физически не напрягаешься. Только вот успевай стропу подвязывать. Вот, положил, значит, одну раму на другую, соответственно, струбцинами схватил, выровнял, там, разжал, поджал, отметил, просверлил. Сверлить через вот эти вот срезы очень удобно, что с этой стороны потом переворачивается, с той стороны. Ну, соответственно, положил и раздвинул их до размера метр восемьдесят. Вот и все. То есть одна рама на другую сдвигается, промеряется края так-так, все же это варится под уголки ровненько. Ну, что рассказывать, все так делают и я тем более. Вот, как-то так. Раздвинул на метр восемьдесят, зажал, просверлил, скрутил. Все. Никаких проблем. Останется вот сейчас узел качения сюда, качание предела там уже просверлено, эта сторона готова. Не знаю, смысл есть вообще снимать видосы по этому тракторку или нету, я не знаю просто. Возможно, это даже и последний видос по этому трактору, потому что, глядя на прошлое мои видео, которые я выкладывал там вчера, позавчера, там, пять дней назад, пять тысяч просмотров, я не знаю, там, пятнадцать комментариев. Вам что, жалко, что ли, я не знаю. Я даже на хейтеров не ругаюсь, я наоборот им аплодирую. Хоть такие комменты, но есть. А вам что, жалко, что ли, я не знаю, написать комментарий, даже плохой комментарий. А потом некоторые обижаются, пишут, вот, я подписывался на твой канал, не для того, чтобы там, там, смотреть туда-сюда, там, то-то-сё-то, там, про какие-то там, лампочки там, там, какие-то, не то, не сказал, какой-то соколь, ну, такую херню порол человек, я не знаю, короче, послал его туда, подальше. Надоел, реально, начал тошнить, просто капец. Вот, мужики, кому я это всё дело снимаю, я не знаю. Монетизация отменена, все прекрасно в курсе, да, большинство просто пропало, пропало, вот, как и не было. Не буду называть, там, название каналов, дабы их не обидеть, они сами знают прекрасно, о ком я говорю, вот. Я тоже могу пропасть, вот, просто взять и забить на всё. Потому что, с вашей стороны, ну, никакого, никакого, вот, я не знаю, как это правильно назвать, словом, инициативы, или, как сказать, мотивации, вот, наверное, вот это вот, мотивировать меня, да, продолжать вот этими, вот, заниматься вещами. комментарий, всего-навсего-то требуется, да, и всё. Как-то так, ладно, не будем дальше растягивать этот видос, у кого-то даже и пяти минут времени нет, эти видосы смотреть. всё. Пишите комменты, оценивайте, снимать, не снимать, показывать, ни раз не просказывать, либо сказали, скажите, Саня, иди туда, куда пошёл человек со своим цоколем, вот, как-то так. Ладно, всем пока, друзья, с вами был Санёк, занимаюсь по плану, узел качения, ставлю на колёса, коробка, двигатель, рулевая, вал отбора, на косилку, гидравлика, ну, короче, так, всё постепенно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok